вот друзья как и обещал батареечки для камерки две штучки теперь у меня их будет 5 а то тогда садились и мы как дотяну как дотяну сказано сделано и бонусом прислали еще к упаду туда обложили гриль сейчас я их сожру видно хорошие попались у них кожица прям тонкая тонкая нежная нежная как у ребятеночка видать вкусные озорного скворчат в предвкушении хочешь быть полезен другим живи для себя я евгений кузин и я вернулся сарынь на кичку всем привет дорогие друзья я сейчас нахожусь в живописнейшем месте рязанская область клепяковский район мещерский заповедник иду на рыбалку на реку про вот все оснастил спиннинг одел вертушечку пойдем попытаем счастье и насладимся этим зрелищем природы приятного просмотра иду на реку вообще план таков пройти где-то порядка семи километров по реке посмотреть за воде потому что на удочку 4 бы не активно не ловится но говорят что плещется выворачивается я вот посмотрел по фотографиям своим в контакте с датой там воспоминания и прошлые годы в эти числа я как раз поймал здесь самую свою большую щуку так что есть шанс посмотрим стояла адская жара блин 40 градусная сейчас вот стало холодать дождички периодически поэтому посмотрим как смена погоды принесет ли нам успех али нет учета заводе совсем пересохли все зеленое цветет что-то совсем пересохла может тут стоит в этой засухе да стоит машина какая-то не знаю получится ли вам передать цвет смотрите как будто тут акварели художник какой-то картины рисует да воды вообще мало особо-то и кинуть некуда но все равно по возможности везде где только можно чуть-чуть стараюсь прогнать но нет тут никого ветер сильный решил сменить блесну вертушку тоже пока оставлю но вместо вот этой вот кислотной то что как-то вода тоже отдает зеленоту одену вот такого мэпса может быть поярче будет играть посмотрим сейчас попробуем пока прошел немного метров 200 по реке глотнем немного лечебной профилактической столовой четвертого номера заповедник здоровья ветерок стих погодка хорошая ладно пойдем дальше блин берег какой обрывистый но я хочу туда слезть ой блин полно кроссовки песка вдоль вот этого покидать ну блин очень мелко блин закинула уже увидел что там какие-то палки торчат отсвечивает пока вообще тишина даже никаких немалейшей предпосылки а вот единственная поклевка это была ветка чуть-чуть по щекотала половили тут покидали ты ладно как теперь сюда залезть вот это да вот это квест фух залез все будет чики пибарум что-то взяло ребята и по-моему хорошие по-моему что-то хорошее опа щука щука чики пибарум а вот щучка не зря поменял ну тащила как будто прямо очень хорошее ну ну не знаю грамм 700 наверное камера снимаясь шириком поэтому она кажется меньше ну грамм 700 но это хорошее для копчежки это класс есть первая щука отлично все блесна отстрелялась очень быстро полегла на панцирь привязал новый поводок не знаю что попробовать сейчас вот это своего беспроигрышного друга вкусно пахнет ну щучка поймали хрен с ним я люблю отрывать в принципе иногда есть стимул новый о смотрите а это из моей коробки выпало я уже думал что нашел губежки раскатал новый стимул что-то еще приобрести приобрести зацепил придется лезть блин вода ледяная прям лед почему так когда работать жарище когда рыбачить сука а там русло как раз не хочется мочить аааа отцепил сейчас прям с воды за струячу блин холодная катушка вообще не нравится по-любому шляпа полная вот слышите я прям ее кручу и мне тяжело ее крутить она сама по себе тяжело крутится там наверное без подшипников надо будет катушечку тоже заказать не нравится что-то мне этот дохляк полезу вертушку одену дошла фу оф фу оденусь отмылся хер с ним фу засуха немножко быстрых углеводов бананчик перекусить пока туристы плывут, что-то веслами прям долбят, по реке плыли, орали, но я их если что мочкану, это не вопрос. Не, катушка прям я не знаю, вот, это дюжа поганая, ее можно оставить для крокодила, чего-нибудь забрасывать, типа кормушечки. Не знаю, на моем вся красится как, и его режут палец, я не знаю, почему так меня порезало. Какая-то шайза, прям напряжно ловить, если честно, кидать напряжно, не нравится. Смажу немного, вода лечебная. Тут вот я ловил на полудонку, а вон видите, тут мель полная. Ну и вообще, вот, я кручу, я не могу ее провернуть, эту мясорубку. Во! Это возмутительно. А вот тут какой валежник. Ну тоже вон вся мель. Вот тут вот, помните? вот тут вот, помните? Когда я пошерудил вот тут вот и щуку-то поймал. А сейчас тут шерудить негде. Ну сейчас я вон туда пульну. О! О! А мясорубка не вертится. О, блин! Вообще, во! Да ну на! нафиг! Не! Не, с такой катушкой делать нечего. Я приеду. Ой, блин! Обязательно закажу катушку с подшипниками. Тут вот, 5.21. Здрасте! О, блин! О, блин! Непролазные тропы! Мясорубка, блин! Ямоши, блин! Дать бы ему по морде этому ямоши, кто эту катушку придумал. Негодяй! Скрутить, посмотреть хоть что там за шайзы. Вообще невозможно крутить. Какие рыбачки-то. Может, вообще надо для удочки там раз забросил и всё, а для спиннинга такая непригодна. Годы шли недели над катушкой употели. Ну и чего я тут увижу? Шляпа. Они так еле крутятся. Нужно вот гайку снимать. Но у меня ключей с собой нету. Короче, ничего здесь не сделаешь. А там ещё вон заквадрачена, она как законтрагайна, типа. Ну, ладно. Купим катушку. Повезёт в следующий раз. Одну поймал, обрыбился нормально. Зато, смотрите, какая красотища. Короче, ловить невозможно. Время час дня. Ну, хорошо, что у меня с собой маленький рыбацкий схрон. Колбаска, сало энергетичное. Если было бы всё гладко, милое дело, валяй и валяй. Ну, так уже невозможно. Вот эту надо откручивать. Да блин, мне проще её сжечь, если честно. Сало. Изумительное. Красота. Думал, эта штука держит тот болт-то. Ни хрена, это просто пластмассовая шляпка тут прикручена. Вон она. И всё. Так что катушка, походу, одноразовая. Ну, а чё вы хотели? Говно есть дерьмо. Фух. Вроде всё выскало, пересохло, шёл-шёл по мысу. Оказался на острове. Что, на берег не вылезти. Придётся возвращаться обратно. Ловить невозможно, но я всё равно не унимаюсь и всё равно струячу вперёд. Хочется ещё покидать. Не так, как поймать, а как, я не знаю, походить, подумать. О! О! Благодать! Дальше там туристы, три мужика. Ну, прям мужики такие, недоразвитые. И баба. Орут, и типа у них такой разговор, что тот чё-то скажет там. И вот на протяжении, пока я иду, а чё ж слышимость хорошая, вот минут тридцать одно и то же. Я не знаю, как такие люди вообще существуют просто, чем они, как они живут. Иногда хочется быть таким полудурошным, типа на всё пофиг. Уже в самые заповедные коряжники он пришёл. Ничего хорошего. Ладно. Я даже рад, в принципе. Новая катушечка у меня будет. А ещё вот, по наблюдениям, первую, когда даже поймал, я говорю, о, какая здоровая, да, как она тяжело идёт. Это просто катушка уже начала мандить. И поэтому она так и шла. И я чё ещё обратил внимание вот сейчас, что она какая-то была вялая. Она, походу, очень вялая. И чтобы её поймать, ей надо прям в пасть закинуть, прям перед мордой. Уже ещё пару местечек попробую. Пойду домой, назад даже кидать не буду. Даже всё равно вот так вот посидеть. Помечтать, полюбоваться. Тучки хмурятся, может дождик пойдёт. Хорошо. Даже вот отдых необъяснимый. Даже вот никуда не хочется. Но мне попозже сейчас хочется, там надо будет в эту, в Черногорию съездить. Дела поделать. А так, в принципе, мне вот, я прям, это место силы, оно прям наполняет. Очень хорошо. Я юга, моря не люблю. Мне вот эти клоповники, где друг на дружке, вот эти вот обрюшкши, мокрощёлки эти все. Фу, мерзость, отврат. На пляжах отврат в основном валяется. Порядочные граждане вот они, в лесу, в уединении с природой. А не кипса. Решил вот такую вот одеть. 12 грамм, как она называется, какая хер пойми. Ну а ноги одерные, в лучших традициях. вот эта мясорубка да ну нахер блин это какая-то рыбалка столь это говно кусковье как она плавает посмотреть в манду я уже не знаю уже где ток не был где ток не лазил наверное из-за жары еще жарко как похолодает тогда хищник активизируется так что пока рано но все равно проверить надо было ветер поднялся в общем все о сколько раз два три 4 5 6 и еще 7 часов от тарабанил но несмотря даже что катушка до подвела но я мотал как мог и все равно жарко не активно не активная рыба ветер сильный вот проверяю примотал на микрофон резинкой поролон обычный поролон толстый жирный как поезд пассажирный ну 800 даже вон с небольшим говорил 700 а я думал 650 на реке короче решил я засолить для куда ее одну никуда засолим деревенские голубцы у нас салатики грибные сырные любой вкус доброе утро спал целых 10 часов со спиннингами по деревне еще утром двое ходила никто вообще ничего не поймал так что мне вчера еще повезло что эту вялую одну как-то сострунил так что за карасем на озеро съездить хоть немножко может если нормально наловить на таранку хоть хоть какая-то таранка будет а потом недели через две приеду новой катушкой и поймаю трофей гуляю по деревне с утра после завтрака красотень ирине ивановне афониной большое спасибо за полторы тысячи ириночка ивановна добра вам не знаю хочу ее всю разобрать посмотреть что хотя бы там есть визуально все целое но она не крутится в общем шляпа тест не прошла приехали на озеро посидеть карасика половить немножко хорошо я нахожусь на озере так как катушку сломал решил вот на пятихатушку залепить на новую же надо как-то приумножить идут умножение опа успели отлично 1090 входной порог в игру 500 рублей сейчас попробую поставлю теперь 1000 опа ждем полетели умножение пошли давай новая катушечка пошли почти уже в кармане есть отлично 2 150 друзья сейчас я это дело все выведу сейчас я это дело выведу вывести можно на карту на юмане мне удобнее на карту сейчас введу реквизиты так все поздравляем запрос на вывод средств успешно создан вывел 2000 на остальные поиграю позже а для вас я оставлю ссылочку в закрепленном комментарии переходите регистрируйтесь пополняйте баланс играйте и выигрывайте и также по моему промокоду который вы видите там же в закрепленном комментарии вашем экране ваша сумма увеличится в пять раз ну а я продолжаю рыбачить и поеду завтра за новой катушкой он тут плещется там у тебя на 2 или он зацепляет ветер ветер в нашу сторону не очень удобно ну да вот так расположились но ветер на нас не очень удобно но пару часиков посиделить посмотрим погодка нормально и не такой жары нету поймаем поймаем нет так нет мы же ведь не за рыбы а на рыбалку для души красота цепляет за кувшинки ветром я сейчас перейду он туда перейду вот решил перейти на другое место волна идет конечно но тут как бы почище и сносить кувшинкам так не будет то что он прям глаз да глаз прям сразу раз он за стебель кувшинки путается и все все будет чики-пи-барум красота поклевка байтранер пока отходил там перемещались куда-то тянул да обглодал учет у папе трофейные ну ничего хоть один попался вот он ну ядерный на червя на меня тоже он прям знаешь и не успеваешь кудочки прям тык и все и смотришь 2 нет поклевки каша перловка и вот какая зеленая ерунда не поклевки нету ну черви проверено и чё у тебя бутылочек ты уж уговорил вот кей клюнуло я может в ростов поеду но пока говорит не точно дед дед написал в ростов может быть ростов хорошо да там тепло ветер стих получше да да ветер вот видите ряд прошла стали поклевочки пойдем наблюдать я там в новое место переместился уже вам прям покажу весь путь как я сижу я вот тут тут сидел потом тут сидел потом вот тут сидел вот и сейчас вот сел ну тишина он прям дрыг и все он висит свежего жирного насадил ожидаем так что друзья если сейчас подтвердиться нет тут сеть на озере кстати ловит может быть в ростов поедем следующий тур фух хорошо опа блин нифига себе ядерный за кувшинку затянул и сорвался такой блин ядерный и ветер переменчивый рябь начинается все кобзосты очень осторожный вялый ух ты ни хера вот это карась вообще ядерный просто блин огромный блин я вам покажу но он так казался но он размер-то приличный до хорош ядерный ребят вот поперла вопа перла хорош заглотил хорошо на этот случай у нас хирургические ножнички о крючок сломался прям у него в пасти сломался ни хрена чуть за крючок такой что сломался в карасе смотреть вот она цевьё нормально что крючок оторвали вот ваяем мне нравятся такие овнер он гарпун пердун ваш нож он с длинным цевьем и под червя он очень классно подходит сейчас попрет опа ох ты блин что такое не все на месте кредит они вялые не как у настоящего бушкрафтера портативный разогреватель значит он весь развалился хорошо что всегда есть пакетики сгодится ветер поднялся сильный ветер поднялся ветер стих поклёвка о блин ху блин хорош прям по морде ну все ветер стих и сразу поклёвка у меня была клюет никак не подсеку на эту удочку удочка тяжелая что-то на эту а на эту ни одно а на ту никак не подсеку сильный ветер поднялся грядь почти не видно поплывочек перед приемом пищи мыло от гарпуна и пердуна железная убивает запах рыбы окай попробуем о вообще не пахнет реально не пахнет да блин класс вот кто не любит вот этот запах рыбы свежий тошнотворный блин лайкос пердуну вот так вот оно выглядит блин я не ожидал просто железячка просто железка на рыбалке на свежем воздухе на озере милое дело ваше здоровье пенек его дал затишье было наверное минут 30 вообще не поклевки потихоньку помаленьку он так такой активности нет что как один за одним как из пулемета а так вот 5-10 минут то вот ветер поднимался полчаса тишина ну хорошо что нет этой жары такой и так ну приятно приятно иногда и посидеть карасика половить есть есть а у тебя что он там на перловку один за одним не успевает а у меня на червя да отлично клев попер попер вот 3 часа клев попер ядерный все у тебя тут ядерный клев да вон успевай вон вон только одевай вот на перловку прям сразу вот уже где это поплавок на берегу как мистер дринкин поперло поперло да что ты сережа да сейчас ну что ты сереж что ты еще орешь блин ой 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 ну что время без 15 4 уже рыбаков целая куча мы ведро наловили у нас сейчас дел просто полно шашлык жарить футбол смотреть все поехали о с Москвы даже приехали рыбач какого-то тоже московский тесут тесон то нет 69 вообще на обед у меня шурпа ну вот щучка карасики хорошо на тараночку и на жарешечку осталось все порядочно перед футбольщиком озорно озорно квартира я скажу 60 год и все что нужно не проблема умная безделька до 50 процентов